Вернемся к событиям в нашей стране. Выпуск твердого сыра по голландской технологии начал молочный завод в городе Сарканел, Матинской области. Наладить новое направление в производстве удалось за счет государственных субсидий. Благодаря такой помощи у предприятия появились шансы наладить экспорт продукции в ближние зарубежья. Бигзат Масимов – главный технолог завода. Его задача – контролировать все этапы созревания сыра. С начала освоения нового направления производства здесь уже выпущено более 60 тонн продукта. Долго вынашивали идею производства твердых сыров. Чтобы освоить технологии, не хватало оборотных средств. Теперь, благодаря субсидиям, все наладили и главное получилось. Теперь хотим сначала освоить внутренний рынок, затем выйти и на внешний. Тем более, что в своем послании глава государства подчеркнул необходимость в поддержке предприятий, нацеленных на экспорт. В этом году молочному заводу исполнилось 55 лет. В советские годы слава сарканского сыра уходила далеко за пределы огромного государства. Но годы застоя и обретения страной независимости внесли свои коррективы. Сохранять производство все же удалось. Сейчас здесь в день выпускают более 150 тонн молочной продукции. В скором времени предприятие выйдет на новые мощности. Мы работаем с шестью крупными фермерскими хозяйствами. Они нам в сутки поставляют около 20-25 тонн молока. Сейчас работаем с другими регионами. Уже дополнительные договоры заключили на поставку еще 5 тонн сырья. Как отмечено в нынешнем послании президента страны народу, на поддержку отечественной сферы бизнеса будет направлено более 100 миллиардов тенге. Эти средства обеспечат модернизацию существующих предприятий и укажут новое направление предпринимательства. Благодаря этому появятся новые рабочие места и улучшится благосостояние казахстанцев, уверены производители. Гульнар Жантас, Вахван Уштургенбаев, Хабар-24, Алматинская область.